По итогам 2018 года число преступлений в Нинецком округе увеличилось на 10%, в том числе тяжких и особо тяжких. Основная доля приходится на кражи и грабежи. Такие данные были озвучены на Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Кроме того, на заседании обсудили тему профилактики безнадзорности и преступности среди подростков. Здесь также зафиксирован рост преступлений. Традиционно самый популярный вид – кражи. Их зарегистрировано 20. Увеличилось и число вымогательств. В прошлом году выявлено 5 случаев. Хищение происходит у нас из подъезда домов в наших учреждениях. Предметами являются техника, телефоны, велосипеды и так далее. То есть конкретно. Когда мы подходим к конкретному вопросу, к конкретному преступлению, тогда мы понимаем, что нужно сделать для профилактики, и такие должны приниматься адекватные меры. К адекватным мерам по предупреждению преступлений были названы советы профилактики, которые регламентированы федеральным законодательством. Пока они есть не во всех населенных пунктах, но там, где есть, полицейские отмечают невысокий уровень преступности. Одной из форм международного замеса по профилактике правонарушения неисконтурного обрага в НПД предложено создание советов профилактики. Однако в селе Ома, Харута, в городе Наринбар до настоящего времени данные советы профилактики не созданы. В результате 2018 года значительно увеличилось количество преступлений, совершенных в селе Ома и поселке Харута. Комиссии было решено обязать глав муниципалитетов создать советы профилактики на своей территории в течение месяца. На 80% выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами. Основная причина – трудовая и бытовая неустроенность бывших заключенных. Этот вопрос в Ниньском округе пока остается нерешенным. Среднегодовой показатель количества лиц из категории, нуждающихся в трудовой сроке, освобожденных из мест лишения свободы, либо осужденных за совершение преступлений к наказаниям, связанным с изоляцией, от общества составляет 20 человек. На протяжении последних лет отмечается увеличение отдельного веса преступлений, совершенных лицами ранее судимыми, в связи с чем целесообразно проработать вопрос, связанный с возмещением части затрат работодателям по созданию рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, либо осужденных за совершение преступлений к наказаниям, связанным с изоляцией от общества. Один из факторов, влияющих на увеличение преступлений, это алкоголизация населения, в том числе и среди подростков. По сравнению с 2017, в 2018 году количество правонарушений несовершеннолетними в алкогольном опьянении выросло. Среди молодых людей старше 16 лет с 33 до 50, среди подростков младше 16 лет с 34 до 41. Что касается профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, здесь работа ведется по трем направлениям. Труд и занятость, социальная защита и опека и попечительство. За прошлый год число выездов и проверок сотрудниками опеки в проблемные семьи составило почти 2000, в том числе и в село округа. В 2018 году сотрудниками также органов опеки и попечительства в шести муниципальных образованиях проведены совещания с субъектами профилактики безнадзорных несовершеннолетних. Были суженены вопросы порядка выявления детей, оставшихся без попечения родителей, оказания своевременной ранней помощи семьям группа риска. То есть наша основная задача, в том числе со всеми субъектами профилактики, это, конечно, выявление таких семей на ранней стадии, когда мы еще с семьей можем помочь и не изымать детей из этих семей. Либо если изымать, то это должно носить временный характер и, соответственно, проводить следующую работу, чтобы потом дети могли вернуться в семью. В целом по округу число детей, находящихся в социально опасном положении, постепенно сокращается. 43 ребенка в прошлом году были возвращены в семьи после проведенных профилактических мероприятий с родителями. Стоит отметить, что работа в этом направлении ведется активно. Совместно с департаментами здравоохранения, образования, опеки и попечительства, а также сотрудниками полиции. В целях принятия дополнительных мероприятий также в первом полугодии 2019 года уже проведен окружной семинар-совещание для руководителей всех образовательных организаций. Он прошел в период с 25 по 29 марта. В рамках этого семинара выступили с конкретными предложениями как представителей правоохранительных органов, так и психологи именно на направление усиления работы руководителей образовательных учреждений на взаимодействие с как раз пресечением преступности и профилактики преступности несовершеннолетних. На 11 апреля профильным департаментом запланировано проведение обучающего семинара для педагогов-психологов и социальных педагогов с участием правоохранительных органов и лидеров молодежных объединений, главной целью которого станет обсуждение конкретных мер по снижению подростковой преступности. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.